Всем привет! В ролике с RS Q8 я сказал, что очень жаль, что на моем канале до сих пор не было замера X5M, X6M, и один из моих подписчиков откликнулся. Владелец X5M SE предоставил свой автомобиль на замер. Кто не в курсе, SE это 600-сильная модификация X5M, потому что есть еще Competition, там 625 лошадиных сил. Соответственно, этот вариант прям идеально близок к RS Q8, потому что у него тоже 600 лошадиных сил. Единственное, что RS Q8 по паспорту заявлено едет 3,8, у меня в замерах он поехал, по-моему, 3,69, если я не ошибаюсь. Снаряженная масса у него была 2 тонны 550 килограмм, а температура, при которой мы измеряли, приближалась к 30 градусам. На мой взгляд, это, наверное, самая высокая температура, при которой, в принципе, замеряли RS Q8, и по этой причине я считаю свои результаты замеров, наверное, одними из лучших во всем интернете, на ютубе, по крайней мере, из тех, что я видел. Сейчас же мы имеем, как и сказал, X5M, 600 сил, он стоковый, здесь нет никаких стейджей, снаружи температура куда более оптимальные 7,5 градусов. У нас, правда, почти полный бак, точнее, три четверти бака сотого лукойла. Этот автомобиль на 165 килограмм легче, чем RS Q8. Владелец занизил подвеску, поменял пружины, H&R, по-моему, называется, на 2,5 сантиметра примерно машина стала ниже. Чисто теоретически это могло бы повлиять на наши замеры, если бы мы замеряли до 200. Мы замеряем до 100, поэтому разница, наверное, должна быть несущественная по причине изменения дорожного просвета, а значит, лобового сопротивления, но все же имейте этот фактор в виду. Увы, данную комплектацию SE уже убрали из официальных прайс-листов, однако можно посмотреть, есть ли еще что-то в продаже на автору. Для этого в приложении указываем марку BMW и ищем модификацию X5M. Нажимаем показать 80 предложений. Затем выбираем вкладку новые, на всякий случай указываем поколение актуальное F95. У нас появляется вкладка комплектация и здесь же мы можем поискать интересующий нас вариант SE. Судя по всему, рынок отреагировал достаточно остро на пробажу таких автомобилей из будущих прайс-листов, поэтому ценники подскочили в диапазон от 12 до 14 миллионов рублей. Впрочем, вряд ли кого-то это остановит от покупки, поэтому ссылку на раздел с X5M в продаже я оставлю в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Что еще стоит отметить? Здесь установлены мидпайпы, то есть частично доработана выхлопная система. Не знаю, насколько это может повлиять на замер, вряд ли это какие-то существенные прибавки в цифрах. И какая здесь реально мощность, я также не знаю. Я специально перед замером не стал смотреть в интернете, искать какие-то варианты, где замеряют X5M обычные на диностенде. Чтобы не знать, сколько здесь лошадиных сил, вот реально не интересовался. Однако, партнер этого выпуска, Reborn Technologies, на своем диностенде замерили этот X5M. Я результатов так и не буду знать на момент съемки ролика. Однако, вы сможете изначально посмотреть, какая была мощность и уже, учитывая эти цифры, анализировать получаемые результаты. Редактор субтитров А.Семкин Ну а сейчас, когда вы все проанализировали, мы можем приступать к замерам. Первый заезд будет в режиме Drive, Auto Hold выключен. Заходим в пункт Setup настройки, проверяем. У нас Efficient, Comfort, Comfort, обычный полный привод. Единственное, я полностью выключаю все ассистенты, чтобы они мне вдруг никак не мешали. Ну и первый старт будет традиционно. Отпуская тормоз, жму газ. Хороший старт. 2,20. 4,41. Если вдруг кто-то из вас забыл, сколько должен по умолчанию ехать X5M, я напоминаю. 3,9 секунды. У RS Q8 при тех же 600 сил 3,8 секунды. То есть, мощность одинаковая, вес больше, но едет он как бы быстрее. Это для меня удивительно, но мы, опять же, проанализировав мощность и досмотрев ролик до конца, узнав, как эта машина поедет в режиме launch, возможно, сможем сделать какие-то выводы. Ну а сейчас, я считаю, 4,41 для обычного заезда, для первой попытки просто шикарный результат. Едем дальше. Вторая попытка. Включаем автохолд, отпускает тормоз, машина сама его держит. И стартуем. 2,17. И, пожалуйста, 4,34 уже во второй попытке просто с автохолдом. Разница с паспортом 44 сотых. Идем дальше. Теперь переключаем двигатель в режим спорт. У нас есть еще спорт плюс. 2,09. И еще одну десятую отыграли. 4,24. То есть, до паспорта осталось нам всего лишь 0,34. Неплохо. Переключаем далее режим. Спорт плюс. 2,13. 4,29. Хоть по цифрам может показаться, что автомобиль поехал хуже, но он, да, наверное, действительно поехал хуже. Но, скорее всего, это из-за разброса погрешности, из-за того, что, может быть, старт чуть иначе произошел. Так или иначе, дальнейшие замеры я буду делать именно в режиме спорт плюс. Потому что он должен быть самый динамичный, самый такой непосредственный, с быстрым откликом и т.д. и т.п. На всякий случай, можно, конечно, подвеску перевести спорт плюс. Пусть она будет в спорте. Руль спорт не имеет смысла никакого менять. Тормоза я думаю, что поставлю в спорт. То есть, сейчас несущественные изменения я произвел относительно настройка автомобиля. Музыка мне не нужна. Что можно поменять из существенного, чтобы все-таки какую-то дополнительную разницу показать. Это скорострельность коробки передач. Вряд ли вам видно, но в комбинации приборов, вот тут буковка D, у нас стоит первая позиция скорострельности. Их всего три. Меняем на вторую. Два ноль девять. Конечно, отыграв одну сотую от того лучшего результата, 4.23, заявлять, что, мол, скорострельность коробки сильно что-то изменила, будет, наверное, глупо. Однако, у нас есть еще третья скорость, а значит, разница с первой должна быть более заметна. Переключаем в третью настройку. Все остальное то же самое. Два ноль семь. Вот вам и показатель. 4.03. Просто за счет скорострельности коробки. Не используя лонч, не используя две педали. Просто скорострельность коробки и спортивный режим движения. А это ведь всего на тринадцать сотых, то есть на одну десятую отличается от заявленного паспорта в 3.9 секунды. Что-то у меня хорошее ожидание от следующих замеров в режиме лонч. Но нет, до лонча мы еще не добрались. У нас еще есть настройка стабилизации, а вместе с ней полного привода 4WD Sport. Поэтому перед тем, как я сделаю замер в режиме лонч, мы переведем стабилизацию в трекшн и поставим 4WD Sport. Если вдруг вы не знаете, что такое 4WD Sport, поясняю. Когда мы выключаем, частично выключаем стабилизацию, переводим ее в режим MDM, привод сам уходит в 4WD Sport, то есть делает акцент на заднюю ось. Автомобиль все равно остается полноприводным, но если раньше у него распределение было ну типа 60 на 40 в пользу задней оси 60, то сейчас оно вероятно что-то типа 70 на 30. Это очень условная цифра, машина может их дозировать как ей угодно, но вот так, для примерного понимания, что должно сейчас происходить. Когда мы стартуем, особенно на мощных автомобилях, большую нагрузку на себя берут задние колеса, которые здесь довольно неплохой, шириной 315 миллиметров, да, миллиметров, я уже совсем потерялся в этих цифрах. И значит, если мощность, большая мощность уходит назад, чисто теоретически можно ждать и лучший разгон. Проверим так это или нет. 2.16, 4.08, ну смотрите, вроде и да, и нет, потому что старт провалился, он получился плохой, 2.16, однако итоговые цифры не так далеки от ранее полученных, и это хорошо. Еще одна попытка, вторая. 2.09, 4.06, ну нет, лучше так и не получилось, но по крайней мере какие-то выводы из этого сегодняшнего. Что мы можем для себя сделать, и когда я буду замерять сейчас в режиме launch, этими настройками можно будет поиграться, а launch мы будем замерять именно сейчас. Поехали. Для того, чтобы его активировать, мне надо выключить автохолд, это во-первых. Во-вторых, полностью выключить систему стабилизации. DSC off. Готово. Он мне предлагает конфигурировать полный привод. 4WD выбрать, либо 4WD Sport. Все-таки, наверное, попробуем изначально в обычном 4WD. Что еще от меня требуется? В драйве он не сделает старт-лонч. Надо переключить секвентальный режим. То есть, включаем первую передачу, вот он пишет 1, не S1, как раньше, а вот именно просто 1, единичка. Скорострельность максимальная стоит. Тормоз-пол, газ-пол. Ждем стабилизации оборотов. Соответственно, флажка launch и стартуем. Появился. Обороты стабилизировались. 1,83. Я хотел было сказать, что передаю пламенный привет Audi RS Q8, но это все-таки несправедливо. Машина тяжелее и замерялась при куда более высокой температуре. Там 29, по-моему, 27 градусов. Поэтому 3,63 шикарный результат для этой машины, но вполне закономерный и ожидаемый. Было бы плохо, если бы она не поехала, такие цифры. Это первая попытка. У нас есть еще несколько. Вторая попытка. Что можно поменять? Да в целом ничего. Делаем все то же самое. Единственное, наверное... Ладно, сделаем все один в один то же самое. Я попробую джойстиком круиза подкорректировать, добавить оборотов. В теории машина должна это делать, потому что в инструкции прописано, как оно в реальности. Мне пока ни разу так и не удавалось. Но проверяем. 1,89. 3,70 в этой попытке получилось чуть хуже. Может быть из-за того, что, опять же, я там пытался что-то отрегулировать. Может быть просто автомобиль. Он, чтобы вы понимали, на старте вы это не ощущаете, скорее всего. На старте он делает такой небольшой какой-то рывочек, не совсем понятный. И только потом полноценно ускоряется. То есть нет плавного нарастания мощности или там просто бешеного ускорения. Есть рывки. Это не электромобиль. А может быть и на электромобиле будет то же самое. Не знаю. Надо будет как-нибудь обязательно проверить, если кто-нибудь из владельцев отзовется. Но я сейчас попробую стартовать чуть раньше, не дожидаясь стабилизации оборотов. Как только увижу стрелку 3000, стартуем. 183. Знаете, я реально ощутил, что этот старт был сильно лучше. И цифра это подтверждает. 359. 359. X5M. Не competition. Просто SE. Да, с mid-pipe, но я сомневаюсь, что это причина именно в mid-pipe. Очень сомневаюсь. И, кстати, я забыл сказать. Здесь еще и стоят кованые колеса. Помимо того, что пружины и так далее, стоит ковка. Размерность полностью заводская. Но, вероятно, что они чуточку легче. И это тоже в теории может повлиять. В теории. На деле не знаю. Надо сравнивать, видимо, с полным стоком, чтобы понять. Очень хорошо. Едем дальше. Я думаю, что я нащупал оптимальную конфигурацию для замера. Но, прежде чем мы сделаем какой-то итоговый замер, попробуем Camus 4WD Sport. Вдруг именно эта конфигурация в режиме лаунча позволит получить цифры лучше. И, кстати, да. Выключаем кондиционер. 1.76. Я вам честно скажу, это самый сумасшедший замер на моем канале. Какие бы автомобили у меня ни были, вот реально, из того, что я замерял, такого количества эндорфинов и вот положительных эмоций, драйва, удовольствия я еще ни разу не получал. Нет, получал. Были автомобили шикарные. Но я сейчас понимаю, что вот этот X5M все перекрыл. Просто все перекрыл. Когда я увидел цифру 0.60, не 1.80 с чем-то, а 1.76, я такой прям что-то ждет очень мощное. И сейчас я вижу 3.49. 3.5 секунды. Кроссовер, который весит почти 2.400. Я в шоке. Я просто в шоке. Ставьте лайк, не забудьте. Вот прямо сейчас точно надо поставить лайк. А я, пожалуй, делаю заключительный замер. Сверяем конфигурацию. Секвентальный первый режим. Sport+, Sport+, Comfort, Sport, 4WD Sport. Ради интереса выведу вам спортивные дисплеи. Пусть вот такая картинка здесь красуется. Климат выключен. Пробуем. Пожелайте мне удачи. 1.77. 3.52. Мы практически подтвердили 3.49. И в целом, я думаю, что достаточно мучить эту малышку. Я ею очень доволен. Просто нереально доволен. 3.49. Просто представьте себе. Я не знаю, как этот автомобиль, ну, X5M обычный, поехал у кого-либо из других блогеров. Я честно говорю, я не смотрел ролики. Но сейчас вдруг мне стало интересно. Может быть, я показал лучшие цифры, а может быть, можно было еще их улучшить. Как бы там ни было. Просто в шоке. Просто в шоке с этого автомобиля. А с другой стороны, вспоминаем, RS Q8. 3.69 там. И 3.49 здесь. 165 килограмм разницы. Кованые колеса. Которые не 23 дюйма спереди и сзади, как у RS Q8. А 21 дюйм спереди и 22 сзади. Температура, которая не 30 градусов, а 8.5 вот в текущий момент. Все это вполне вероятно могло и дать разницу в 0.2. Как бы там ни было, сверх крутой результат. Вы сейчас видели все это в таблице. 0.30, 0.60, 0.100, как поехала эта машина в сравнении с другими автомобилями. Но я до сих пор пребываю просто в шоке. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот замер. Если вы владеете каким-то интересным автомобилем, отпишитесь в WhatsApp. Мы с вами договоримся о замере. Не факт, что в этом сезоне, мне кажется, сезон уже подходит к концу. Но вполне вероятно, что в следующем сезоне вы сможете предоставить свой автомобиль. А мои зрители увидят еще более интересные замеры. И может именно ваша машина окажется в топе среди всех произведенных мной замеров в моих таблицах. Спасибо всем, кто досмотрел. И пока.